Всем привет! Совсем скоро начнется сезон благоустройства, а это значит, активно будет происходить доставка и разгрузка тротуарной плитки. Сегодня мы расскажем о том, как лучше подготовиться. Поехали! Процесс загрузки тротуарной плитки происходит в Елуторовске на складе готовой продукции. Сейчас этот процесс удобен для водителей и для клиентов, ведь можно записаться на точное время через терминал или менеджеров. Что же касается доставки и разгрузки, то существует четыре варианта. Первый. Если объем плитки небольшой и если дорога на участок узкая, то можно заказать манипулятор с функцией доставки и выгрузки. Этот способ подойдет для тех, кто ценит время и деньги, ведь вы заказываете услугу два в одном. Однако, при этом стоит помнить, что манипуляторы имеют разные технические характеристики и не каждый сможет поднять поддон, ведь его вес около двух тонн. Например, трехтонный манипулятор не сможет. Это стоит учитывать при самостоятельном подборе и заказе техники. Второй вариант. Доставка фурой и разгрузка краном. Этот вариант подойдет для большого объема плитки и широких дорог. Кран за счет длины стрелы сможет поставить поддон на любое место. Однако, есть ограничения. Если место для выгрузки плитки и ворота находятся над линией электропередач, то разгрузка в таком случае запрещена. Третий вариант также подойдет для большого объема плитки и широких дорог. Это заказ фуры с плитой и отдельным манипулятором для ее выгрузки. Самый популярный способ. При таком варианте участок или вездная дорожка должна вместить и манипулятор, и его выдвижные опоры. Еще следует помнить, что вам необходимо помогать при выгрузке, а именно показывать место установки поддонов и делать строповку, то есть натягивать стропы на поддон. Также стоит учитывать длительное время разгрузки, особенно если фура стоит в одном месте, а манипулятору приходится ставить поддоны на себя и возить их для выгрузки в другое место. Первый, второй и третий вариант разгрузки мы рекомендуем использовать только для мелкоформатной плитки небольших размеров, антик, лолиния, кирпичик 100 на 200, старый город и подобный, потому как крупноформатная плитка имеет большой вес и в результате поднятия поддона краном начинает складываться и деформируется. Четвертый вариант. Фура для доставки и вилочный погрузчик. Здесь много плюсов. Он подходит для узких дорог, можно разгружать плитку крупного формата, а еще вы экономите время на быстроте разгрузки, ведь не надо держать стропы. Если площадь участка позволяет, то лучше ставить поддоны в один ряд высотой, чтобы в процессе укладки было удобно брать плитку. Особенно это касается плитки коллекции листопад и искусственный камень, ведь при их укладке нужно соблюдать метод пяти поддонов. Однако в два ряда поддоны также можно ставить, но в процессе укладки снова нужно будет нанимать технику, чтобы снять верхний поддон. По этой таблице вы сможете выбрать вариант, который вам больше подходит. Ставьте на паузу и смотрите. Итак, краткие советы, как спланировать подготовку к доставке и разгрузке тротуарной плитки. Заранее проводите подготовку участка к разгрузке. Очищайте его от снега для достижения ровной поверхности после оттаивания. Учитывайте время на доставку и разгрузку, особенно для небольших населенных пунктов с узкими дорогами. Заказывайте технику с учетом грузоподъемности и веса тротуарной плитки. Соблюдайте правила выгрузки, помогайте делать строповку поддонов при необходимости. А на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и шагайте по плитке нового поколения.